Демонтаж на контроле у Москвы. Магнитогорск посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Вначале было слово, потом его напечатали. 13 января отмечался День российской печати. Родные стены помогли. Магнитогорский металлург выиграл все матчи домашней серии. А сейчас об этих и других событиях более подробно. 11 января глава Магнитогорска Сергей Бердников и министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информацией Джамбулла Тумаров возложили цветы к мемориалу жертвам трагедии. Сергей Николаевич выяснил, как продвигаются работы по демонтажу разрушенных секций и пообщался с жильцами дома номер 164 по проспекту Карла Маркса. Жильцы девятого подъезда сказали главе города, что во время работы экскаватора, который в пятницу возводил пандус для тяжелой техники, они чувствуют, как дом вибрирует. Сергей Николаевич успокоил людей, заявив, что этот процесс вполне объяснимый и опасности не представляет. Дальнейшую судьбу дома будут решать специалисты. Как сносят, еще раз, посмотрим, может быть даже привлечем и не один, а два каких-нибудь независимых института, чтобы проверили. То есть поверьте, как появится малейшее сомнение, это даст нам с вами повод официально, законно дом расселить. Если будет угроза, надо будет уходить. Ну, жизнь дороже, согласитесь, привычка. Если не будет угрозы, то, напротив, надо уверенно жить и не переживать. Жильцы частично разрушенного дома попросили также Сергея Бердникова не организовывать здесь никакого специального мемориального комплекса. Глава города заверил, что будет найдено компромиссное решение. Мы на стене сделаем такой... Доску? Нет, 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 даже не доску, потому что многие не хотят, чтобы фамилии появлялись. Это тоже второй вопрос. Часы. Мы сделаем такие часы, какие-то красивые, они будут какие-то выпуклые, и они встанут на времени на 6 утра. На 6.03, да. И они будут, с одной стороны, все-таки как память, а с другой стороны, они и архитектурно будут, в принципе, хорошо смотреться. Работой по обрушению 7-го и 8-го подъездов руководит группа специалистов, в которую входят сотрудники Магнитогорского гипромеза и трех крупных московских научных центров. Группа эта сформирована по указанию министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева. Работа по демонтажу должна занять около двух месяцев. Все это время будет вестись непрерывный мониторинг дома. Мониторинг идет двумя способами. Везде установлены щели меры, визуальное обследование постоянно идет. И ведется постоянное тахеометрическое наблюдение за домом. То есть смотрим его пространственное положение, чтобы нигде не было никаких подвижек существующих частей здания. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, который прибыл в пятницу утром в Магнитогорск, вместе с Сергеем Берниковым возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам трагедии. Представитель чеченского народа подтвердил намерение оказать всяческую помощь пострадавшим. Наш фонд должен оказать действенную помощь людям, которые еще остались живы, те, которые пострадали, которые остались без жилья, которым, может быть, нужны какие-то медикаменты, может быть, какое-то иногороднее лечение. На месте трагедии побывал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Владимир Якушев прибыл в Магнитогорск, чтобы детально обсудить ход дальнейших демонтажных работ. Владимир Якушев побывал на месте трагедии и лично осмотрел здание по проспекту Карла Маркса, 164. Затем провел совещание, в котором приняли участие первые лица города, области, представители министерства, профессора ведущих российских строительных вузов и специалисты экспертных организаций. По итогам совещания было принято решение приступить к демонтажу седьмого и восьмого подъездов. После завершения работы эксперты проведут дополнительное обследование дома и его несущих конструкций. Будет проведено инструментальное обследование здания, полноценное инструментальное обследование. Значит, опять же, совместно с регионом, муниципалитетом и специалистами Минстроя, после которого мы дадим четкое и однозначное заключение, соответствуют ли сегодня несущие конструкции данного дома для того, чтобы там могли проживать люди. В целях безопасности во время проведения демонтажных работ жители девятого и десятого подъездов должны выехать из квартир в течение ближайших двух дней. Магнитогорцы могут поселиться в пунктах временного размещения или получить компенсацию за съем жилья. Чтобы оформить документы, нужно обратиться в штаб, расположенный в администрации города по адресу проспект Ленина, 72, кабинеты 100 и 102. Отметим, что работы будут проходить только в светлое время суток с соблюдением техники безопасности. При сильном снегопаде демонтаж проводиться не будет. Продолжаем программу. Мастер участка буровых работ, карьера Малой Куйбы с горнообогатительного производства ММК Максим Хасанзянов вошел в список лучших работников комбината по итогам месяца. Максим Равильевич из тех специалистов высшей пробы, что пошли по стопам родителей, его отец также горняк. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Зайцева. На ваших глазах взрывные работы на карьере Малой Куйбас. Горняки осваивают новые горизонты карьера. После взрыва руду отделяют от пустой породы и рассортировав вывозят на дальнейшие переделы. В месяц мы взрываем 500 скважин. Где-то глубина скважин в среднем по карьеру Малой Куйбас составляет 11,5 метров. За один взрыв в среднем взрываем 250 скважин. Первое звено этой цепи – буровые работы. Нужно пробурить скважины, куда будет закладываться взрывчатка, так, чтобы глубина скважин и их расположение соответствовали проекту, разработанному маркшейдерами. Как раз ход буровых работ и контролирует Максим Хасанзянов. Он пришел на карьер в 2005 году, после окончания горного факультета МГТУ. Устроился взрывником, а через несколько лет его назначили мастером участка буровых работ. Максим – горняк во втором поколении. У Максима на руднике работал отец. Тоже был и взрывником, и буровыми работами занимался. Видимо, гены. Максим все хорошие качества от него взял. Было с кого брать пример. Горняки – люди особой породы, выносливые, работать-то приходится на открытом воздухе, грамотные, без отличного знания своего дела в карьере никуда, умеющие работать в команде и дружить. Таков и Максим Хасанзянов – профессионал своего дела, общительный, умеющий найти общий язык с любым человеком. Я зарекомендовал себя позитивный, ответственный человек. На него всегда можно положиться, профессионал в своем деле. В принципе, после его работы, принимая, начинается моя работа – заряжение скважин. Никогда никаких проблем не было в плане работы, так как всегда можно с ним созвониться, узнать, что по блоку, сколько скважин, всегда он оперативно подскажет, все сделает, как человек отличный, дружим с семьями уже давно. Работа нравится, романтика, откровенничает с нами Максим Хасанзянов. Впрочем, в такой романтичной обстановке всегда есть место полету инженерной мысли. В 2016 году он внес и успешно защитил рационализаторское предложение, суть которого – в уменьшении удельного расхода взрывчатых материалов. Экономия составила за год порядка 15 миллионов. То есть, простейшее инженерное решение вместо квадратной сетки скважин сделал диагональную в шахматном порядке, в принципе, раздвинул сетку, ну и выход получился тот же самый, и удельный расход меньше в рывчатке. Отдыхать от работы Максим Хасанзянов предпочитает активно. Занимается в любительской хоккейной лиге, когда-то окончил хоккейную школу, а сейчас возит на тренировки семилетнего сына. Лапочка-дочка пока кроха, ей всего семь месяцев, поэтому ее кружки у заботливого папы еще впереди. Татьяна Затова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Свой профессиональный праздник отметили работники средств массовой информации. 13 января в календаре значится как День российской печати. Принимает поздравления и коллектив газеты «Магнитогорский металл». Благодаря оперативности и мастерству слову журналистов, магнитогорцы уже в 84-й год узнают новости и интересные факты изо всех сфер жизни. В редакции этого городского издания побывала наша съемочная группа. Вторник, четверг и суббота. В эти дни Анатолий Васильевич знает уже с утра в почтовом ящике свежий номер «Магнитогорского металла». Читатель со стажем, он подписан на газету 70-х годов, отмечает, что городское издание его основной и постоянный источник информации. Газета, в общем-то, хорошая и нужная. Чем она привлекательна? Тем, что она освещает жизнь города, области, да и всей страны. В общем-то, взяв эту газету, можно все узнать только в этой газете. А это хрупкие страницы магнитогорской истории. В редакции газеты по крупицам собирают старые выпуски. Рукописи, как известно, не горят, но в цифровом виде сохранить тексты все же надежнее. Читатели могут найти на сайте «Магнитогорского металла» старые подшивки газет, начиная с 40-х годов прошлого столетия. Уникальные снимки и материалы пополняются из фондов городских музеев и личных архивов горожан. Металл не только бережно сохраняет былое, но и стремится к новому. Мы активно занимаемся продвижением газеты в интернете. Наш действительно можно найти во всех социальных сетях. От контакта до инстаграма. В инстаграме делаем упор на фоторепортажи, уникальные снимки. Там действительно есть очень много того, что невозможно найти ни в каких архивах. 148 номеров в год. И в каждом актуальна информация о политике, социальной и коммунальной сфере, культуре, образовании и медицине. Журналисты магнитогорского металла не обходят стороной ни одну острую тему. А еще авторы отмечают большой читательский интерес к материалам, посвященным истории города. Поэтому в юбилейный для Магнитогорска год 90-летие со дня основания. На странице газеты появятся новые публикации. Проект, уже давно полюбившийся магнитогорцам, это энциклопедия Магнитогорска. Наш такой газетный вариант, это как устроен город и комбинат, это истории магнитогорских улиц, истории, посвященные мемориальным доскам города Магнитогорска. Памятникам, историческим малозначимым фактам все это будет освещено в течение этого юбилейного года. Любимая газета по-прежнему выходит три раза в неделю, а вот ее доставкой в этом году будет заниматься не Почта России, а Магнитогорская служба. Если металл запоздал или вовсе не попал в почтовый ящик, можно сообщить об этом диспетчеру. А пока вы читаете свежий выпуск газеты, коллектив готовит следующий, и он действительно о главном. Ксения Перчаткина, Василий Бабердин, Вячеслав Гусец, телекомпания ТВИН. Другим темам. Уважаемые садоводы, вы готовы к посадочному сезону 2019? Заготовили семена? Садовые центры «Виктория» приглашают за новинками, лучшими гиперурожайными сортами и гибридами томатов, которые прекрасно зарекомендовали себя в прошлом году. Какими, расскажет Юлия Никифорова. Какие сорта томатов сажать в этом году? Профессионалы советуют. Мы сегодня хотели бы представить, наверное, самые обсуждаемые сейчас среди садоводов сорта и гибриды томатов, которые в прошлом году показали себя с наилучшей стороны. И вот два томата – это супер томаты считаются, потому что они обладают суперурожайностью. Это томат «Банановые ноги», вот такой вот желтый, великолепный. И томат ультраранний, универсального типа, то есть он подходит как для выращивания в теплицах, так и в открытом грунте. Это уже известный томат под названием «Любаша». Гибрид томата «Любаша» отечественной селекции действительно уже известен по всей стране. Садоводы отмечают высокую урожайность этого томата как в теплице, так и в открытом грунте. Компактность в посадке – 4-5 кустов на квадратный метр. Прекрасные вкусовые качества. Это не гибрид, а просто прелесть. Это чудо какое-то. Испытайте его на своем участке, и вы поймете, что лучше детерминатного гибрида просто на данный момент не существует. Сладкий, душистый, кожица тоненькая, дорогие мои. Вот когда очень вкусно, то трудно передать словами, действительно, насколько вкусно. Фирма «Виктория» – официальный дилер селекционной компании. Так что в торговую сеть поставляются исключительно оригинальные семена. Ну и, конечно же, «Виктория» традиционно проводит акции для своих покупателей. Уважаемые садоводы, наша фирма проводит акцию по покупке семян. Если вы набираете семян на тысячу рублей, мы вам дарим в подарок вот такую эко-лампу. Она подходит и для помидор, и для перцев, и для белокожанов, и для цветов, для всего. Независимо от того, что мы будем выращивать с рассадой, когда она служит для того, чтобы в вечернее и утреннее время мы могли сделать досвет для растений, чтобы они не вытягивались. Остается напомнить, торговые центры фирмы «Виктория» работают ежедневно с 9 до 20.00. Спешите, количество семян новых сортов томатов ограничено. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский «Металлург» установил новый клубный рекорд сезона, одержав 8 побед подряд. В конце минувшей недели подопечные Йозефа Яндыча провели два результативных матча с Минским «Динамо» и Нижнекамским «Нефтехимиком». По ходу обеих встреч хозяевам пришлось отыгрываться, и с этой задачей они справились достойно. Обо всем по порядку наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. То, что в гости к магнитогорцам пожаловал аутсайдер, не давало повода настраиваться на благодушный лад. Минская «Динамо» в последние несколько недель дает бой любому сопернику. Не стало исключением и встреча с «Металлургом». Уже на третьей минуте успех минчанам принес несильный дальний бросок Евгения Лесовца. Однако всего через 50 секунд счет сравнялся. Сергей Мазякин и Мэтт Эллисон помогли Николаю Кулемину забить и набрать очки в пятом матче подряд. На экваторе периода Василию Кошечкину пришлось ненадолго покинуть лед из-за сломавшегося лезвия конька. Галкипер Магнитки вернулся в ворота еще до перерыва, а вскоре после него Кулемин в большинстве оформил дубль, проявив завидную настойчивость на пикачке. Вторая 20-минутка прошла с заметным преимуществом хозяев, но концовка отрезка получилась провальной. Сначала великолепное мастерство проявил один из самых опытных участников матча Андрей Костицын. А за 9 секунд до завершения периода новобранец «Динамо» Дэвид Бут, сыгравший более 500 матчей в НХЛ, забросил свою первую шайбу в сезоне и вывел гостей вперед. В какие-то моменты очень не хватало такой правильной простоты. Казалось, что чуть усложняют лишняя передачка где-то и так далее. Да, было немножечко это, поэтому мы несли коррективы после второго периода. Сказали ребятам играть поострее, больше лист на ворот. Именно по-хорошему простые действия позволили магнитогорцам перевернуть ход матча. На 49-й минуте Яков Рылов не дал шайбе выйти из зоны атаки, Андрей Чибисов вывел на бросок Романа Любимова, а Михал Булерш в борьбе с защитником здорово подставил клюшку и прерывал свое затянувшееся молчание. Чешский нападающий отличился впервые за 14 игр. Развязка наступила за 105 секунд до финальной сирены. После передачи Денниса Расмуссона Виктор Антипин сделал наброс от синей линии, а стоявший спиной к воротам Ииро Покоринин великолепно укоротил шайбу в полете и не оставил шансов галкиперу. А Артем Загидулин, окончательно сменивший Кошечкина перед заключительным периодом, так и остался сухим. 4-3. Мы должны должны ребятам, что до конца бились, до конца верили. Это результат. Во встрече с Нижнекамским нефтехимиком счет открыли магнитогорцы, и вновь они с первой же попытки реализовали большинство. Мэтту Эллисону не удалось забить, но Деннис Расмуссон классной поперечной передачей нашел на ударной позиции Сергея Мазякина, и капитан Металлурга не промахнулся. Восстановить равновесие гостям помог удачный рикошет после броска от синей линии. Первым на добивании оказался Юуса Пуустинин. А вскоре Дамир Шеребзянов сделал великолепный пас Александру Авцину, и тот забил впервые с января прошлого года. Но на этом программа ураганного стартового периода не была исчерпана. Яков Рылов хлестко бросил из средней зоны, голкипер не удержал шайбу, а Роман Любимов опередил соперника и протолкнул ее в ворота. «Нижнекамск нам не дал заснуть и заставил нас работать в полную силу, потому что они очень хорошо прессинговали в начале, заставляя наших ребят быстрее принимать решения». За оставшиеся два периода гости нанесли всего 9 бросков. Хозяева ответили 25-ю и трижды забили. Сначала Денис Расмуссен оставил шайбу Сергею Мазякину, капитан сделал классный пас Николаю Кулемину, и после эффектного финта тот послал шайбу в сетку. Чуть позже Расмуссен в меньшинстве совершил великолепный перехват, убежал в контратаку и заставил тренеров «Нефтехимика» сменить вратаря. Опытный Илья Ежов уступил место юному Федору Каратаеву, но и он оказался бессилен против фирменного броска Мазякина в расстановке 5 на 3. Этот розыгрыш с участием Расмуссена и Покоринина и подвел итог встречи 5-2. «Металлург» впервые в этом чемпионате одержал 8 побед подряд и отправился в гости к лидеру сезона ЦСКА. Прямую трансляцию из Москвы смотрите в нашем эфире во вторник, 15 января в 21 час 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. До 10 матчей довело свою победную серию баскетбольная «Динамо». В минувшие выходные подопечные Олега Ягумнова провели первые игры в новом году и на родном паркете дважды взяли верх над баскетбольной командой «Тамбов». Подробности прямо сейчас. Начало первого матча снова дало повод сетовать на слишком неровный календарь Суперлиги 2. Магнитогорцам, которые свои предыдущие встречи сыграли еще 20 и 21 декабря, пришлось потратить несколько минут на то, чтобы обрести нужный ритм. По ходу дебютного тайма хозяева уступали 2-9, но к исходу четверти сумели выйти вперед 25-23. Мы почти 20 дней не играли, не было игровой практики. Также между собой играем, но это не то. Надо спарринг какой-то устраивать, но нет возможности куда-то поехать. Во втором отрезке преимущество «Динамо» достигало 6 очков. Однако незадолго до большого перерыва гости перехватили инициативу, заставили магнитогорцев чаще нарушать правила и добились минимального перевеса 47-48. Но оставшуюся половину встречи хозяева провели с привычным доминированием и сначала в третьей 10-минутке создали себе небольшой задел 62-57, а затем понемногу довели его до солидного. К финальной сирене на табло горели вполне убедительные цифры 85-68. В защите мы стали по-другому, на подборе чуть лучше сыграли. Та команда тоже подустала, также они лишились Гафарова. Немного зрительская поддержка помогла, где-то сейчас сегодня было побольше народу, чем обычно. Спасибо болельщикам, что приходят на нас. Несмотря на то, что лидер Тамбовчан Наиль Гафаров, получивший накануне травму, не сумел выйти на вторую игру, этот матч получился не менее упорным, чем предыдущий. К исходу стартовой четверти хозяева ввели 22-19. Во втором отрезке соперники поочередно лидировали, но к большому перерыву счет был равным – 40-40. В третьей 10-минутке магнитогорцы не раз пытались оторваться, но гости не давали разрыву становиться приличным. И лишь в концовке заключительного тайма «Динамо» выдала хорошую серию и избавила себя от нервного финала. Итог – 78-67. Следующие матчи наша команда проведет дома в среду и четверг против одного из главных конкурентов – столичной «Руны Баскет». Начало игры во Дворце спорта имени Рамазана – 18.00. Павел Зайцев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfis.ru. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 15 января. Всего вам доброго и до встречи. Магнитогорский металлургический комбинат По данным Бюро погоды, завтра, 15 января, в городе ожидается переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 20-21 градус, днем 18-20 градусов мороза.